В армию Александра призвали в декабре прошлого года. Шел он осознанно, будучи абсолютно уверенным в том, что каждый настоящий мужчина просто обязан пройти армейскую школу жизни. Отдать свой долг родине, великой России. Он, конечно, сейчас ушел в армию. С одной стороны, было и тяжело, очень в первое время. Неожиданно. Мы даже, как говорится, не успели. Мы даже не успели. Короче, он ехал с Уфы в его автобусе. Нам сообщил, что через сутки его и забирают в армию. Он получил во время соревнований травму очень серьезную. И много раз ездил в Стерлитамаку в Уфу на диагностику томографии. И вот он с томографии с Уфы ехал. И нам сообщил, что папа завтра или послезавтра забирает меня в армию. И буквально за сутки-полтора он ушел. По истечению обстоятельств служить пришлось в 71-й зенитной ракетной бригаде в городе Белогорск. Как и все призывники, после курса молодого бойца и принятия воинской присяги, для рядового Чурикова началась суровая армейская служба. С подъемами и отбоями, нарядами и караулами, тревогами и марш-бросками. Все это легко давалось Александру, потому что на гражданке он занимался спортивным единоборством. С первого класса он сам пошел в секцию записаться, не стал нас ждать. Просил-просил, но пошел сам записаться в дзюдо. И попал к тренеру очень хорошему, к Шрамкову. И с ним они постоянно занимались, и ему нравилось. Хотя и учился он, как говорится, и в первую, и в вторую смену. И всегда он бегал на тренировке, это обязательно было не у него. И он очень долго занимался, ну, можно сказать, до 10 класса. Единственное, конечно, когда он получил травму, после этого он уже, в общем-то, можно сказать, прекратил свою спортивную именно в дзюдо карьеру. Конечно, ему нравилось, и сейчас ему нравится. Если вот не этот травм, может быть, он и дальше пошел бы. В армии Александр зарекомендовал себя только с лучшей стороны. Во время службы наш земляк еще и находит время для повышения своей физической формы. Это отметила и воинская часть, вручив рядовому Чурикову грамоту на построении. Все благодарности только подзадоривают военнослужащего. И Александр собственными усилиями создает футбольную команду. Даже там, в армии, и он и то, там они и в футбол играют, занимаются футболом. Она организовала, как говорится, я как понимаю, свою команду. И там у них, как говорится, как... Часть города, воинская часть. Нет, в команде там. И у них и старшины, и капитаны, и рядовые все там вместе играют. И вот недавно, буквально неделю-две назад, они выезжали в город тоже, играли в футбол. И заняли призовое место первое. Первое место они заняли. И, конечно, очень этому рада, что вот он даже там, он себя показывает очень, как говорится, хорошо. Служба службой, но по родным Александр скучает. Отсюда и стихи, которые он отправляет домой. Получив стихи от сына, родители получают добавок и благодарственное письмо, в котором командование части выражает глубокую признательность за воспитание достойного защитника родины. С гордостью и хорошим настроением семья ждет возвращение сына домой. Ведь осталось совсем немного, и Александр вернется в родную Башкирию. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».